В России на фоне пандемии выросло число граждан с тревожными и депрессивными расстройствами. Об этом информируют специалисты разных медицинских центров страны. По сравнению с 2019 годом, в 2020 количество обращений за психологической помощью в разных регионах увеличилось от 10 до 30%. Мы решили спросить у телезрителей, вы обращались за помощью к психологу. Если да, то звоните на номер 77 11 01, если нет, 77 11 02. Итоги голосования подведем в прямом эфире выпуска новостей в 18.30. В Благовещенске после капитального ремонта с 1 марта откроется детская поликлиника. Ее готовность проинспектировал губернатор Амурской области Василий Орлов. Главе региона показали новые кабинеты и оборудование, а также рассказали о дальнейших планах по расширению. Там запланировано построить пристройку, где разместят тяжелое оборудование рентгена. Между тем, в ходе ремонта в медицинском объекте обновили все инженерные коммуникации, провели наружные и внутренние отделочные работы, восстановили вентиляционную систему. У входа в поликлинику установлен стеклянный тамбур с тепловой завесой. За счет некоторых решений снесены перегородки тут же на входе гардероб, который раньше был в подвале. Теперь есть удобная навигация, такая как в 4-й поликлинике. Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк в рамках рабочей поездки в Преамуре посетил город свободный. Здесь в сопровождении регионального министра образования Светланы Яковлевой, федеральный чиновник побывал в Центре современного развития IT-куб технопарке Кванториум-28, в классах детской железной дороги, а также в школе номер 2. После Виктор Басюк отправился в Циолковский. В правительстве области произошли кадровые изменения. На пост первого заместителя министра природных ресурсов области назначен Сергей Молин, ранее руководивший областной жилищной инспекцией. Распоряжение об этом подписал губернатор Василий Орлов. Названа причина смертельного ДТП, которое произошло 25 февраля в Сковородинском районе. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом. В результате водители на марке и еще двое пассажиров погибли. Причины и обстоятельства произошедшего выясняет региональное управление полиции. Также в Благовещенске в ДТП пострадал трехмесячный ребенок. Вечером 25 февраля на перекрестке Тенистая-Шимановского столкнулась и на марке с автомобилем ВАЗ. Пострадали двое пассажиров авто российского производства. Известно, что трехмесячная девочка перевозилась на руках у матери. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей в 18.30. Редактор субтитров А.Семкин